И всем привет, ребят! С вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень одной интересной теме, можно так сказать, это разговорного плана видеоролик, в котором мы вместе с вами поговорим про новый режим, как я понимаю, который уже будет у нас в ближайшее время в игре. Это гонка вооружений. Ну и... Мне, наверное, определенно есть о чём порассуждать, что вам сказать. Сделать какие-то свои определённые предположения, потому что я ещё это дело не тестировал. Как вы знаете, я на тестовый сервер не захожу, не тещу всё, что у нас там происходит, потому что после теста остаются какие-то не совсем хорошие впечатления, потому что потом оно выходит на основные сервера, что-то меняется, и ты уже как-то смазываешь своё представление на всё, что ты увидел в тот или иной период времени. То есть изначально, может быть, ты подумаешь, что это шляпа, а потом по итогу окажется, что это очень крутая тема, как, например, было с Крусейдером, который я тестировал и изначально говорил, что это никчёмный корпус, который, по сути, не нагибает. Поэтому давайте запикаемся в бой, плюс ко всему прочему, я думаю, что к концу данного видеоролика, то есть сыграем сейчас боёчек, порассуждаем, помыслим по этому поводу, мы откроем ещё дополнительно ультра-контейнеры, которые у меня остались с супермиссией, целых 7 штучек у меня есть, поэтому посмотрим, что мне ещё из них дропнет. Сыграем какой-нибудь контроль точек дефолтный. Так что касаемо гонки вооружений, что она нам принесёт, насколько она будет эффективна и будет ли она интересна. Идея неплохая. Я даже смею предположить, что эту идею, возможно, получили, исходя из просмотра видеороликов и увидели то, что мы делаем, например, с Артёмчиком и не только с ним, с нашей гонкой вооружений. Возможно, вы видели её. То есть это может быть даже стыренная абсолютно идея. То есть я не знаю на 100%, но это лишь мои предположения. Я смею предположить, что у меня просто стырили идею, плюс стырили название и придумали вот такую вот темачку. В чём суть? Бой идёт как обычная ДМка до 30 киллов. При этом через каждые, я так понимаю, 2 кила вы с респа, либо уходите нам с уничтожения, наверное, получаете новую пушку. Я до конца, конечно, супер не знаю, как это будет работать, но смею предположить. Вы получаете новую пушку и по ходу играете на всех пушках, на одинаковых корпусах. Это, наверное, будет дефолтный Викинг, может, конечно, какой-то другой, может, вообще разные корпуса. Не знаю, как оно будет работать до конца. Но, наверное, это будет один корпус, все пушки по очереди. И по итогу мы будем иметь возможность поиграть на всех вооружениях, даже если у вас их нету в гараже. Возможно для себя что-то новое понять и увидеть. И плюс ко всему прочему на последней пушке на Тесле поиграть. То есть, у кого ее нету, у них будет отличная возможность сразу потестить новую пушку. Разработчики в видеоблоге сказали, что будет возможность поиграть на ней. Соответственно, они еще до сих пор не планируют ее вводить в обычный доступ. Можно так сказать. То есть, пока что она до сих пор будет продолжать быть за до нут и выпадать только исключительно с ультра-контейнера. Поэтому я могу всему, что я уже знаю, сказать, что это довольно неплохой эксперимент, как минимум. То есть, это что-то новое. О чем я говорил в видеороликах неоднократно, что пора делать что-то новое, что-то пробовать и придумывать. То есть, онлайн падает. И чтобы как-то заинтересовать игроков, надо делать какие-то интересные движения. Если их не делать, то вы будете также стоять на одном месте и ничего у вас не будет в этом плане меняться. Соответственно, гонка вооружений придаст интерес изначально. То есть, как только он выйдет, придаст интерес игрокам играть там. Но, если это будет обычная ДМка, где у вас будет возможность поиграть на каждой пушке и не будет никаких дополнительных плюшек. Например, повышенного фонда вне зависимости от фондов или еще чего-либо. Либо это будет просто появляться на ультра-викендах, то это будет не так жестко. Не так жестко. То есть, если, например, она появится на ультра-викенде, вы там катнете, как обычный спецрежим. Ну, да, окей, что-то новое. Окей, там пару дней будет интересно. Потом хоп пропадет и все. Интересно, больше никого не будет. А если это будет преподнесено гонка вооружений как турнирного плана движения, да, то есть, например, это будет как раньше у нас были ДМки, турнирные ДМки, да, то есть там, где вы платите за вход кристаллы. И потом после этого входа вы уже полноценно боретесь за неплохую котлету, то, как по мне, это было бы намного-намного интересней и круче, чем просто обычный дефолтный спецрежим без никаких дополнительных интересных плюшек, да. Но в каком виде оно выйдет, я не знаю. Мое мнение, да, таково, что если бы было бы все приурочено как к ДМ-турниру, к взносу и дополнительному хорошему выигрышу при том, что вы, например, выиграете и займете первое место, это было бы идеально, круто и, ну, как-то интересно, как-то дополнительно интересно, да. То есть, а так, ну что, ну, дефолтный спецрежим новый, да, окей, он будет там интересен для ребят, которые хотят поиграть на разных вооружениях, возможно, даже для меня, но если это будет как обычная ДМка, ну, я сыграю один бой, сыграю два боя, сыграю три боя, ну и что дальше? Все, мне дальше будет уже это неинтересно, я сыграю три боя и скажу, ну, шляпа усатая, шляпа усатая, да, как бы там, пару боев сыграть можно, да, там, сделают особые миссии, ну, выполню особые миссии и все, все, мне не будет интересного. Потому что нет никакого дополнительного прикольчика, да, ты катаешь на всех пушках, да, ты можешь там иметь какое-то дополнительное преимущество за счет своего скилла, там быстрее появляются у тебя новые пушки, быстрее ты даешь киллы, быстрее ты забираешь фонд, но без дополнительной приколюхи это все фигня. А если бы, например, был бы сделан какой-нибудь, даже если не просто ДМ-турнир, да, а вообще просто масштабный турнир среди всех игроков, которые могли бы просто зарегаться и там были бы, например, подгруппы, да, там первые три места с одной катки выходят в следующую подгруппу, потом делается опять полный список, опять первые три места выходят в следующую подгруппу и там потом бы сделали бы, как, ну, вот, как были танки в городе, да, вот представляете, как танки в городе. То есть, есть супер-мега-крутая идея с гонкой вооружений, да, то есть, как бы, у каждого одинаковое вооружение, одинаковые пушки после киллов определенных, да, пушки меняются, и, то есть, выигрывает тот, кто доходит до последней пушки и делает 30 киллов, да. Да, и если бы это все было бы преподнесено в турнирной форме, это был бы реально жесткий контент, это был бы интерес дополнительный, это была бы смысловая жесткая идея, да, но на данный период времени я понимаю, что это просто дефолтная спецушечка, да, спецрежимочка, и все, и все. Да, то есть, и поэтому, как бы, я, конечно, бы хотел бы увидеть продолжение, продолжение с этим. И, как вариант, турнир, жесткий турнир, это было бы очень круто, и мы бы реально увидели, кто могет играть на всех пушках в игре, умеет играть жестко в ДМке, и увидим, ну, по сути, наверное, полноценного лучшего игрока в матчмейке. Прикольно? Если да, то пишите, что вы думаете по этому поводу, молодые люди. Я вот сейчас уже бегу открывать ультраконтейнеры, ну, смысловую темочку поймал очень крутую. Даже, наверное, сам не ожидал. Так, 10 тысяч кристаллов, хорошо, 125 повышенного урона, шляпа усатая, броня, мины, 3500, 10 тысяч кри, и последний, 10 тысяч кри. Ну, подформируем кристаллов, чисто, кристаллов маловато, что-то, какие-то копейки, миллион девятьсот, да, у меня вроде. Ну, надо немножечко подформируем кристаллов. Поэтому как-то так, друзья, пишите, что вы думаете по поводу гонки вооружений, какой вы видите ее для себя, тестировали ее или не тестировали, понравилось, не понравилось, что вы думаете по поводу моей идеи, ну, и как вы думаете, откуда они взяли это замечательное название? Гонка вооружений. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, поддерживайте. Всем удачи и всем пока!